Игорь Миронович, добрый вечер! Здрасте, пожалуйста, здрасте! Сейчас у меня спросите про бороду, которую я отпустил. Я вам просто хочу объяснить, что это вас тоже постигнет. Вы знаете, на склоне лет вторичные половые признаки – это большое утешение. Я вижу бороду, но я не вижу пейсов, кстати. Пейсы вы не отрастили, нет? Нет, нет, ни в коем случае. Скажите, пожалуйста, весь мир сотрясает этот чертов коронавирус. Это что, на ваш взгляд, китайская летучая мышка виновата или что-то другое? Нет, конечно, нет. Вы знаете, тут два варианта. Либо Господь Бог хочет омолодить планету и поэтому убирает стариков. И таким образом это некая кара. А, возможно, это просто природа щелкает нас по носу. Вернее, наш гонор щелкает по носу, чтобы мы не очень заносились с научными с вами достижениями. Но я, простите, смотрю на ваш нос и чувствую, что вас природа щелкала всю жизнь. Нет, мне его оттягивали. Я его совал куда не надо и в результате его оттягивали. Вы знаете, говорят, что коронавирус прежде всего представляет угрозу для пожилых людей. Вы на старости лет коронавируса боитесь? Да нет, я вообще мало чего боюсь. Но как-то неохота жену оставлять. Вы знаете, мы сейчас сидим в карантине. Я вот написал красивый стишок. Всем его читаю. Наш карантин с женой вдвоем. Устойчив дух семьи. На подоконнике моем ебутся ураби. Вы боитесь жену оставить одну. Вы думаете, она сразу найдет вам замену? Нет, ни в коем случае. Жене семьдесят шесть вряд ли. Вы знаете, потом она меня любит. Мне просто ее жалко. Ей со мной гораздо уютней. Сколько вы вместе уже? Пятьдесят шесть лет. Слушайте, она прошла такие испытания. Ее избили, я помню, когда вас в тюрьму забирали. Ну, и потом она безупречно себя вела, когда меня посадили. Это ведь очень существенно. Жены ведут себя очень по-разному. Согласитесь, в этой ситуации. Моя жена вела себя просто безупречно. Вы знаете, она и в лагерь ко мне приезжала на свидание. И сразу же, как только меня послали в ссылку, сослали на химии, она тут же приехала и сына привезла. И мы замечательно жили в нашей избе. Игорь Миронович, а многих тех, с кем вы сидели, бросали жены? Да, я довольно часто писал письма, типа, вот что ж ты, сука, делаешь. Подождал бы еще шесть лет. Я вас буду иногда цитировать, как цитируют классиков, но вы для меня классик. Я прочитаю один из ваших гариков. Мы евреям душу греем, и хотя у нас бардак, если хочешь быть евреем, приезжай сюда, мудак. Скажите, как в Израиле борются с коронавирусом? Вы знаете, у нас борются замечательно. У нас небольшое количество заболеваний, все ходят в карантин, но у нас две жутких проблемы, которые не скроешь. Дороги и дураки? Нет, вы знаете, дороги у нас замечательные. Дураков у нас такое чудовищное количество, что я просто очень горд за наш народ, что у нас их не меньше, чем у других. В общем, еврейский же дурак, он самый страшный, потому что он с эрудицией, с опломбом, все может объяснить. Нет, у нас другая проблема. Первая у нас проблема – это религиозные евреи. Харидим. Вы знаете, они плевали на все запреты, они плевали на все, они верят только в Бога, который их может спасти. Они заболевают. И в результате вот я в двойном карантине. Я кроме того, что сижу дома, еще наш район закрыт. Да, в наш район нельзя въехать. И таким образом наша дочка, которая живет в соседнем районе, не может нам привезти что-нибудь там вкусного, сладкого. А несколько дней назад вообще был кошмар. У меня кончились сигареты. Вся родня подняла, все дети подняли жуткий шум, стали перезваниваться. Жена сказала, ребята, скорее детки привезите, а то он меня убьет. Вот. И дочка ухитрилась и привезла нам сигареты. А так наш район отрезан, это кошмар. Да, да, Игорь Миронович. Вот. И они, вы знаете, синагоги-то закрыты, слава Богу. Но евреи все равно дико кучкуются, жестикулируют. При этом вселенные выделения. И, в общем, среди них большое количество зараженных. Но они переносят заразу на других тоже. Так что вот с ними ужас. Тем более, что их раввины некоторые поощряют. Но согласитесь, это правда, что все беды от евреев. Правда? Вы знаете, у меня даже про коронавирус был стишок. Какой? Сейчас я его вспомню одну секундочку. У вируса пластичная мутация. Выкидывает он любые трюки. И ясно, что виновна в этом нация, которая всех чаще моет руки. Так что скоро... Скоро это правда выяснится. Вы знаете, что бы вы ни говорили, я уверен, что виноваты евреи. Я просто еще не знаю, в какой форме. Но я думаю, что народ найдет. Но они просто прикинулись на время китайцами. Правда? Ну, вообще ведь с возрастом все становятся похожи либо на китайцев, либо на евреев. Так что уже трудно отличить. Вот. И у нас вторая проблема. Вот кроме религиозных евреев, которые ничего слушать не хотят. Вторая у нас проблема... Как вам это сформулировать? Я даже не знаю. Ну, ладно. Это при случае потом. Игорь Миронович, но мне друзья из Израиля говорят, что армия решительно борется вообще со скоплениями людей. И спецназ армейский просто разгоняет даже и хасидов, и мусульман скопления решительно. Ну, вы знаете, это не помогает. Ведь наше восточное население, оно очень быстро кучкуется. Либо чтобы сказать «Аллах Акбар», либо чтобы сказать «Барух Ашем». Но, во всяком случае, все жадно стремятся друг к другу, собираются рядышком около синагоги, пытаются вместе молиться, потому что должен быть миньян и так далее. А раввины это, к сожалению, поощряет. Но мы очень богатые в этом смысле страна. Вы знаете, у меня был такой стишок. В Израиле есть горы и долины, и, кажется, есть бог за облаками. У нас даже высокие раввины кошмарными бывают мудаками. Так что тут ничего не поделаешь. Мы очень разнообразный народ. Игорь Миронович, а каково это вообще сидеть так долго в заперти? Вот вам. Вы чувствуете, что как-то жизнь проходит мимо? Ни в коем случае. Наоборот. Жизнь у себя проходит через меня. Я, в сущности, в карантине живу, Дима, уже, вы знаете, уже года 3-4, наверное. Я не выхожу месяцами из дома. Но иногда жена сгоняет меня за хлебом. Я заодно и масло покупаю. А так я сижу дома, я очень мало общаюсь. Поэтому на мне это все никак совершенно не сказывается. Ну, вот чем вы на карантине сейчас занимаетесь? Я смотрю, у вас, конечно, картин много. Я знаю, что вы собираете картины, живопись. Я смотрю, у вас много книг. Я думаю даже, что вы их некоторые читаете еще вдобавок. Увидер, Бог вы правы. Я очень много книжек читал и читаю. Я, на самом деле, ведь не писатель. Я читатель. И книг я читаю очень много. И с большим удовольствием. А сейчас, вы знаете, как раз самое время пришло. Я почитал книжку Камю Чума, перечитал. Смертное. Когда-то просто упивался. Это поразительно. Но немножко похоже. Только у них все кафе были открыты в Иране. Что из последних книг, прочитанных на карантине и из фильмов, которые вы посмотрели во время карантина, вы можете порекомендовать остальным? Вы знаете, практически ничего. Потому, что книжки я читаю Акунина с наслаждением. Очень его люблю. Просто очень. А потом я читаю. Ну, вот недавно перечитал. Вы, наверное, не знаю. Может, вы знаете даже. Есть в Москве такой знаменитый, как выяснилось, адвокат Добровинский. Да, знаю, конечно. Вот. Я просто не знал. А сейчас вот я прочел книжку. Там все время образ такого абсолютно процветающего адвоката, который непрерывно совокупляется, выпивает, водит жену в разные магазины. Вот это я читал. Ну, вот видите, у меня сколько книг. Вы же видите за мной. Да, да, да. Я это все постепенно читаю. Давид Самуловича Соколову перечитал. Много стихов сейчас читаю. Давай посмотрим. Телеведущий, политик, мой замечательный друг. Встречайте, Дмитрий Гордон. Встречайте. Гордон. Будьте crazy. Встречайте. Вы одного раз, а потом будет один раз. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Встречайте, Дмитрий. Всаживайтесь. Спасибо. Дальше, те. Да, а давайте у меня ничего не надо. Садись тогда. Здесь сейчас время до встречи. А вы когда-нибудь такое видели? Никогда и нигде. Кроме моего инстаграма. Подписывайтесь на мой инстаграм. А кино какое-то посмотрели хорошее, которое можно порекомендовать? Я хороших фильмов не смотрю. Я каждый день, но это не принципиальная позиция. Я просто в зависимости нахожусь от программы ЕС. Такой у нас есть канал ЕС. И я по четвертому каналу ЕС каждый вечер в 10 вечера, раньше я не смотрю, чтобы не портить себе день, в 10 вечера я смотрю в какой-нибудь американский боевик или детектив. Дрянь это такая, что вы себе не представляете. Чудовищно. Но очень увлекательная, потому что дерутся. И потом, вы знаете, есть ведь невероятная совершенно положительная сторона у этих детективов. После того, как героя убьют, разрежут, расчленят, застрелят, утопят, отрают и выбросят в канаву, он ведь в конце все равно является с пистолетом и наводит, так сказать, самое добро и зло. Вы знаете, насчет добра и зла, давайте я вам расскажу про вторую нашу печаль израильскую. Вам наверняка рассказывали, приятели, у нас до сих пор нет правительства. В нашей политике, у нас в стране уже три раза были выборы. Вы представляете, что такое три раза ходить на избирательный участок? Все-таки нас 8 миллионов. Три раза. И, по-моему, назревают четвертые. Они никак не могут сговориться. Евреи. Евреи. Что делать? Я думаю, что да. Ну, еще и политики. Понимаете? Это же очень существенно. Сейчас я вспомню стишок. Отнюдь не для борьбы добра со злом. Политика – духовное богатство. В них наглухо завязано узлом, упертость, хитроумие и блядство. И вот это вот все, в них так видно, все эти три черты. И они воюют друг с другом непрерывно. Всякие интриги выступают непрерывно. Вот жена моя, к сожалению, это все слушает, и в голове у нее такое. А потом, мы же очень политизированный народ. У нас, вы знаете, политическая разница, она про политические разногласия. Они часто проходят вдоль супругской кровати. Так что тут очень печальные дела. Ну вот, а так все прекрасно. С коронавирусом у нас все справляются. Работают магазины, из магазинов привозят продукты. Старикам, глубоким старикам, вот особенно в домах для престарелых, через день привозят горячую еду. По-моему, это то, что не додают школьникам, поскольку они не ходят. Вот, но во всяком случае, их кормят, из магазина тебе привозят продукты. Причем, вы знаете, оставляют около дверей, звонят и убегают, потому что им нельзя с нами общаться. От греха подальше. Да, но они не берут чаевых из-за этого. И стоишь как идиот, ты же уже приготовил свои 20 шекелей. С благодарностью, а мальчонка убегает. А вы не пробовали оставлять сначала 20 шекелей, а потом забирать? На полу, не возьмёт, нет, нужно давать. Это я уже давно знаю. Мы продукты всегда заказываем, уже очень давно. И потом, вы знаете, эти карантинные меры, они ведь вторгаются во все жизни. Вот у меня был такой двустишек, я главу хочу так назвать, к супругу ласится супруга за ровно метр друг от друга. Игорь Мироз, вы знаете, я на карантине ловлю себя на том, что смотрю часто такие замечательные советские фильмы, чёрно-белые 60-х годов, какие-то чистые, наивные. У вас нет такой ностальгии, вы не хотите их просматривать периодически? У меня начисто нет ностальгии. Просто абсолютно никакой, ни грамма. Мне кажется, что вообще ностальгию придумали русские эмигранты в послереволюционный период. Они уезжали из замечательной страны при всех её, так сказать, трудностях и пакостях. И поэтому вот они дико мучились. Кроме всего, их мучило ощущение, что мучило и радовало одновременно, что это ненадолго, что уже вот-вот всё это пройдёт. А мы-то знаем, что это навсегда, в России я имею в виду. И что ничего не получится и будет обнулённый править. То есть кино такое вы не смотрите, вам оно ничего не даёт? Я вообще, когда отдаёт немножко советским кином, какое бы оно ни было, я перестаю смотреть. Я вот каждый вечер так немножко попиваю. То виски, то коньяк, знаете, для настроения. Настроение-то хреновое. Да. А вы же вообще любите выпить, я знаю, и вы знаток этого дела. Вы пьёте, не спились на карантине? Нет, бог с вами, нет. Я пью мало, я пью, знаете, по возрасту, я пью грамм 150, максимум 200. Очень хорошего виски. Потому что, во-первых, у меня изумительные зрители. Я с последней гастролей принёс 3 или 4 бутылки виски. Как я дрожал, когда проходил таможню, вы себе не представляете. Уже можно только одну бутылку. Так что у меня виски много. А потом на Новый год и на день рождения мне Ходорковский присылает бутылку отменного виски. Большую литруху. Уже несколько лет. Это большое счастье, потому что я ещё всем хвалюсь, что вот сам Ходорковский мне присылает. Ну, как зэк зэку. Вы мне когда-то говорили о грядущем конфликте цивилизации. А вот смотрите, как простой коронавирус, выпущенный откуда-то из китайского города, хотел сказать маленького, но там нет маленьких городов, может угробить целый мир, правда? Без ядерной войны, без конфликта цивилизации, без ничего. Ну, вы знаете, вот я же говорю, что это сделала природа, безусловно. Все эти конспирологические разговоры о том, что это сделали американцы, евреи в лабораториях. Билл Гейтс уже появилась идея, что это он сделал. В общем, всё это чушь собачья. Это, по-моему, это наказание природы нам за то, что мы так её унижаем. Может быть, это Господь Бог сделал, может быть, какие-нибудь высшие силы. Но я вот почти уверен. Я не знаю, что такое эти высшие силы. Но это явно наказание свыше, явно совершенно. Потом, вы знаете, ведь первое предупреждение Бог или природа делал в 2008 году, в 2009. Цунами был. Вот всё, мы это просто недооцениваем. А это такие были лёгкие предупреждения. Сейчас всё это значительно сильнее. Но почему это всё на стариков, я не могу себе представить. Вам не кажется, что мир очень сильно изменится после коронавируса и будет другим? Я думаю, что в разных странах по-разному. Израиль останется тем же самым. Мир сильно обеднеет, конечно, чисто материально. В России будет намного хуже. Это совершенно ясно. В какой форме я не знаю. Но вообще я предсказывать будущее не могу. Потому что, вы знаете, есть же еврейские от мудрецов нам доставшиеся, что Господь Бог бьёт, ангел некий бьёт по губам новорожденного, и мы всё забываем. И, кроме всего прочего, у новорожденного есть возможность предсказывать. У новорожденного и у юродивых предвидеть будущее. Так как я не отношусь ни к тому, ни к другому, то я просто не могу предсказать будущее. Но я не очень уверен, что мир будет сильно изменён. Нет. Очень только страшно за Россию. Потому что, что там делают идиоты, это кошмар. А много идиотов в России? Вы знаете, они ведь все при власти. Потому что отрицательный естественный отбор. Поэтому человек уходит во власть, не по принципу, уходит наверх, в карьерном лифте, не по принципу способности, а по принципу лояльности. Поэтому там жуткое количество невежественных недоумков. Но с диким опломбом и всё прочее. Но вот мне сегодня, в первую очередь, понравился Собянин. Я слушал его выступления. Очень такой симпатичный, решительный мужик. И вообще смешно, когда выступает мэр города вместо президента. Ну, президента, смотрите, Путина мы же не можем назвать идиотом. Я считаю, что он очень умный человек. Нет, ни в коем случае. Но он очень... Он недалёкий человек, на мой взгляд. И потом он играется в игрушки только внешнеполитические. Для него российского народа просто не существует. Поэтому на него очень мало надежды. И потом у него гениальная способность самоустраняться, как только что-нибудь происходит. Беслан ли это, Нордоск ли это, Курск ли это. Всё что угодно. Он немедленно на некоторое время исчезает. А вот сейчас то, что он поручил губернаторам, людям неграмотным, людям назначенным, людям без опыта. Смотрите, сейчас, когда обсуждают Зеленского вашего, то ведь самое главное ему не упрёк, а вот такой вот втык, что ли, знак недоверия, что у него нет опыта. А ведь сплошь губернаторы сидят без всякого опыта. Они, бог знает, откуда пришли. Не говоря же о том, что из КГБ. Так что и он всё это перепоручил губернаторам, сняв с себя ответственность. Поэтому я боюсь, что там будет плохо. Вы знаете, я, простите, я очень много не хочу говорить о России. У меня, к сожалению, душа, к сожалению, она раздвоена. Я по-прежнему люблю Россию. Вы знаете, вот вы непременно меня спросите, по-моему, распорядок дня. Он тот же самый, что не на карантине. Я с утра себя отравляю российскими новостями. Я смотрю Каспаров.ру, я смотрю Особое мнение, я читаю Грани.ру, доступ по-латыниям и с отвращением. Потом Быкова там слушаю, Невзорова слушаю с наслаждением просто. Вот. Очень огорчаюсь, когда он не в форме. Вот так бывает. Соловьёва вы не смотрите? Вы с ума сошли. Я вообще, я с детства не люблю, когда мне врали. И сам врал очень мало. А когда врут так артистично, в этом отношении он просто заслуживает награды. Позор еврейской нации, правда? Нет. 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 Позор еврейской нации Жириновский. Потому что его не раскусишь, его любят миллионы. Уважают миллионы, верят ему миллионы. А про Соловьёва как-то всё понятно. Так мне кажется. То есть, вы заговорили сейчас о России, вам кажется, что будет плохо, да? Я просто уверен, да. Ну, вы знаете, уже же было плохо. Всё-таки, когда 23 миллиона ниже уровня бедности, вы представляете себе, что такое российский уровень бедности? А ведь сейчас их вырастет в невероятное, так сказать, число раз. И что будет, я не знаю. А никаких же бунтов, восстаний, мятежей, ничего не будет. Ну, видите, резкое падение цен на нефть и коронавирус, вдобавок, это всё не стимулирует, конечно. Скажите, пожалуйста, Игорь Миронович, вот скоро 75 лет исполняются победы во Второй мировой войне Советского Союза. История Второй мировой войны, на ваш взгляд, сильно перебрана? Вы знаете, нет, потому что тот кошмар, который был, он почти, ну, адекватно, что ли, адекватно невозможно, но много прозаиков его адекватно изобразили. Астафьев, там, Никулин, ещё разные, просто замечательно. А сегодня работают дивные историки типа Солунина. Я уже не говорю о Резуне. Типа Солунина, которые всё это постепенно скрывают. Ну, вы знаете, какая штука? Я боюсь, что это мало кого сейчас интересует. Просто мало. Уже вот очень мало осталось людей, которые про это читают. Вот только что прозвучало, что есть письмо, наверняка, фиктивное, наверняка, слинявая в палец, выдумывая из головы, его писал Песков или кто-нибудь. Письмо якобы ветеранов. Их нету, они померли, какие там. У нас ещё есть, правда, ветераны, у нас есть даже их парад. Они идут бренчать диким количеством орденов, но они не напишут насчёт переноса. Они уже забыли русский язык, поскольку учили иврит, но не выучили. Вот. Так что им очень тяжело. А так не было никакого ветеранского письма вот с этим переносом. И вообще это уже такая история. Вот. Я только что прочёл изумительное совершенно... Мне присылают сейчас с разных концов планеты, хочу сказать, всякие смешные истории. Одна мне очень понравилась. Стоит Наполеон, вы ещё не видели? Стоит красивый Наполеон и говорит, какой нахуй печенеги, а я? Игорь Миронович, вы знаете, вы вспомнили Солонина, Марка Солонина. Я очень рекомендую вам посмотреть наше с ним интервью. Оно уже около 4 миллионов собрало просмотров в Ютубе. Вот вам будет интересно. Он великолепный историк, конечно. То, что он поднял, это памятник ему надо поставить. Смотришь, он просто ещё не просто историк, а он некий герой. Просто некий герой. Да. Вы знаете, я очень близко знаком в Казани. Есть такой очень старый, ну, ему, наверное, он даже старше меня. Ему лет, наверное, 86-87. Такой литвин историк. Он был членом каких-то комиссий, значит, по реабилитации и всё прочее. И ему поручили, заказали биографию Ягоды. Он написал биографию. И она, очевидно, всех... Он первым написал, что Каплан не стрелял в Ленину. В общем, он много написал замечательных материалов. И после того, как он написал удачную биографию Ягоды, ему заказали биографию Яжова. И, соответственно, допустили к разным архивам, к личному архиву Яжова. Он посмотрел его, ужаснулся настолько, что отказался писать. Оказывается, этот карлик, сволочь с малиновыми какими-то илежевичными глазами, тихий и милый, бедраст, кстати, ну, это уже, так сказать... И педофил. Да, на здоровье. Это я никого не осуждаю. Все, каждый, кто куда хочет, тот туда и всовывает. Вы знаете, но он написал... Там оказалось в его фонде, в его бумагах, 500-страничная рукопись о том, как лучше пытать врагов народа, чтобы они быстрее сознавались. То есть, со времен «Молотая ведьма», который был написан, по-моему, в 16 веке, никто таких книг не писал. Он с удовольствием, наверняка, с воодушевлением написал такую книгу. Это так потрясло этого историка, что он не написал о мужике. Какая сволочная страна, что наверх пробивались такие мерзавцы и негодяи, да? Так, отрицательный естественный отбор. Но, вы знаете, кто-то замечательно сказал, что народ херовый, но какие замечательные люди. Вот это гениальная просто формулировка. Я уже, конечно, ее украл и зарифмовал, так что при случае подарю вам книжку. Вы знаете, многие выдающиеся деятели культуры российские испортили себе просто некрологию чудовищным подхалимажем действующей российской власти. Слушайте, ну ладно, эти письма в поддержку аннексии Крыма, которые от Табакова подписывали до других людей, которых мы так любили. Но вот последнее событие даже. Путин же захотел сделать референдум о поправках в Конституцию, которая обнуляет его сроки, на 22 апреля. Уже коронавирус по всему миру бушует, а выступают Машков, Безруков, прекрасные актеры, и зовут этих несчастных стариков, которые в зоне риска, идти на референдум. Ужасно. Как вы относитесь к этим артистам, писателям, режиссерам, которые так себя портят некрологи? Вы знаете, они о некрологах своих не думают, потому что уверены, что будет чудовищный плач после их смерти и, соответственно, некрологи. Это все очень просто. Вы знаете, это ведь объясняется психологами очень просто. Человек существует в какой-то своей ипостаси, в которой он способен, в которой он образован, информирован, в которой он эрудит и эксперт, действительно. Но как только человек выходит за эти грани, за эти границы, он может оказаться чудовищным идиотом, я таких знал. Очень способный поэт, например, изумительный художник. Но как только он оставляет холстую кисть и начинает разблагоствовать, то он ничем не отличается от, скажем так, парикмахера и таксиста, который, как известно, знает все на свете и все на свете могут объяснить. Поэтому я думаю, что людям нельзя выходить за эти границы, а их заставляют. А когда это делают, когда лижут жопу начальству какие-то чиновники, бюджетники, ну, это все понятно. Ну, тут все. У меня был такой стишок, простите, я уже его прочитаю. «Начальству у власти лижут те, кто ниже, зад, безо всякого смущения. Но кто умней, корыстно лижет, а кто глупее, от восхищения». Так что тут ничего не поделаешь просто. Я снова... Это у человека. Я снова... И всем хочется... Простите, я просто хочу сказать, что всем хочется вылезти за свои профессиональные рамки, и вот тут их ловит всякое это самое. Есть замечательная еврейская фраза, знаете, какая? Настоящая еврейская мудрость состоит в том, чтобы делать выводы из ошибок, которые сделали люди по твоему совету. Изощренно. Я с удовольствием процитирую классика Игоря Губермана. «Ни вверх, ни глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разглядяями, и наплевать нам, чья берет в борьбе мерзавцев с негодяями. Вам наплевать, чья берет, или вы все-таки переживаете?» Вы знаете, трудно это сказать. Трудно это сказать. Давайте я сейчас вот найду вам стишок и просто про это прочту. Нет, я не могу его найти. Ну, в общем, стих сводится к тому, что мы очень часто вот болеем от этой борьбы, но на самом деле, когда воюет говно с говном, то неважно, кто победил. Так что я просто на это не обращаю внимания. Мой друг по этому поводу говорит, игра была равна, играли два говна. Да, это хороший человек, говорю. А вы лично с воодушевлением восприняли мечту Путина править вечно или нет? Я его воспринял как совершенно естественное продолжение его деятельности. Ну, просто совершенно нормально. Он не собирается уходить. Вы знаете, кроме того, что власть засасывает и ужасно хочется продолжать, просто невозможно прекратить, у него еще есть реальные страхи. Он ведь ГБшник, что его пришьют немедленно, еще не довозя до ГАГского суда. Вот. И он абсолютно прав, пришьют, совершенно точно. В общем, может быть, при распоряжении того же самого Кадырова, который, как известно, путинский солдат, но солдаты часто стреляют в спины эфрейтеров. Так что всякого отможет быть. Он просто боится, и он абсолютно прав. И плюс еще это абсолютная уверенность, что он отец России, и отец нации, и делает россиянам хорошо. Он ведь не знает, что он делает с Россией. Он знает только вот эту свою папочку. Интернет он не смотрит, он сам сказал. Ему негде бедному прочитать, мне его, в общем, даже жалко. Ему негде про себя прочитать и что-нибудь узнать. А в этой красной папочке, которую ему приносят, такая же, как у вас воротничок. Это из нее сделан воротничок, на самом деле. Ага, я сразу так подумал, но мне было неудобно вам сказать. Так что он просто ничего не знает. Резкое падение цен на нефть и коронавирус заставят, на ваш взгляд, все-таки Россию как-то взяться за голову? Или все будет идти так, как шло? Нет, я думаю, что ничего не произойдет. Если только не ужесточиться чудовищно. Потому что силовики, которые сегодня на самом деле правят, они могут распоясаться совершенно чудовищно. И Путину или кто там может вмешаться, они ему скажут, сын, подожди, батька, ты не прав. Понимаете, все зависит от того, что он прочитал в этой папочке. Вот все, что Дима сказал обо мне, все правда. Смотрите нас везде, где сможете. Таких интервью я записал около тысячи. Все мои интервью, мои выступления, а также редкие архивные кадры можно посмотреть на ютуб-каналах в гостях у Гордона и Дмитрия Гордона. Подписывайтесь на мои ютуб-каналы. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о Зеленском? Вы знаете, я ужасно хорошо к нему отношусь. Просто очень хорошо о нем думаю и очень как бы боюсь, что он не справится с тем чудовищным грузом, который на него навалился. У меня есть подозрение, что когда он, будучи артистом замечательным, баллотировался в президенты, то он думал, что это такая игра. Вот он придет, распорядится, даст несколько замечательных указаний, какие-нибудь реформы подпишутся. Не будут аплодисменты. Вы знаете, я даже не очень думаю, что аплодисменты, само собой, но аплодисментов он избалован достаточно. Будут благодарные взгляды, я не знаю его семейного положения, но в всех случаях, благодарные взгляды женщины, это всегда приятно. В общем, я думаю, что он был недостаточно осведомлен о том, что ему предстоит. А предстоят ему чудовищные вещи, потому что Украина запущенная страна настолько... Я ведь езжу раз в год в Украину. Вот сейчас просто сорвались гастроли. Будет все хорошо, осенью приеду. Ну, в чудовищном состоянии Украина. Но вы знаете, тот шаг, то движение, которое вы сделали, Майданом и всем остальным, это так прекрасно. Это просто нету слов, как это прекрасно. Поэтому, позвольте, я даже здесь просто скажу Украине слава. Получится, не получится, это уже другое дело. Мне не хотелось бы соболезновать, мне хотелось бы радоваться. Думаю, что что-то все-таки получится. Ведь самый факт, обратите внимание, что выбрали президентом еврея и не олигарха, и не какого-нибудь там Коломойского, а выбрали президентом вот такого вот человека, это фантастика для Украины. Так что, очень хочется, чтобы у него все получилось. Получится ли, я не знаю, потому что я думаю, что не случайно там у вас непрерывные перестановки начальства всякого. Вы знаете, когда Зеленский стал президентом, в этот день я давал интервью российскому Первому каналу, программе «Время покажет», и Артем Шейнин вот задавал вопросы, я ему сказал, «Вы знаете, сегодня Украина нанесла просто удар по всей российской пропаганде, потому что вы говорили все эти годы, что в Украине правят националисты, фашисты, хунта, бандеровцы, и это бандеровская, как вы говорили, Украина избрала президентом еврея Зеленского, при том, что действующий премьер-министр еврей Гройсман и лидер оппозиции еврей Рабинович». Вообще фантастика, удар по всем скрепам российским, я хочу вас опять процитировать. «Умельцы выходов и входов настырны въедливые прытки, евреи есть у всех народов, а у еврейского в избытке». Скажите, вы могли... Хорошо, правда? Я вообще люблю такие стишки, да. Скажите, вы могли представить, что президентом Украины станет еврей? Нет, я скорее представил бы себе, что из гроба из земли выкопали Богдана Хмельницкого и оживили. Украина какой сюрприз преподнесла миру и показала, что она свободная демократическая страна, правда? Вы знаете, она нанесла такой чудовищный удар по российскому самомнению и российской тишине пропагандистской, ну, не тишине, но во всяком случае, что отсюда и вторжение. Да? Отсюда и вторжение. Совершенно ясно. Я думаю, что огромное количество людей в России, именитых, пришли просто в ярость и недоумение. А вот отсюда и вторжение, собственно. Вы знаете, я на вас смотрю, вот волосы не полностью седые, вам 84 года, а борода вообще почти не седая, то есть, вы, наверное, знаете какой-то секрет, да? Нет, я не крашусь, нет, нет. Вы знаете, я просто сейчас наслаждаюсь, я ее за месяц отпустил, потому что я пытался отпустить бороду в ссылке, когда был в Сибири, и она почему-то росла рыжая, и я не стал ее отпускать. Рыжая чисто, а сейчас растет настоящая седа, бурая борода, так что это прекрасно. Я хочу немножко пару гариков прочитать, которые вы написали о вашем возрасте. Я с восхищением их прочту, мне они очень нравятся. Теперь живу я старый жид, весьма сутуло, и на столе моем лежит анализ стула. Это первый гарик. Дальше вы пишите. Ручки, ножки похудели, все обвисло в талии, и болтается на теле микрогениталии. Ну и, наконец, самые впечатляющие. Я храню еще облик достойный, но по сути я выцвел уже, испарился мой дух беспокойный, и увяли мои фаберже. Скажите, пожалуйста, для начала вопрос, фаберже увяли или еще все-таки дают о себе знать? Годник, это такой же интимный вопрос, как вера в Бога. Какое надо иметь чувство самоиронии, вообще присущее очень маленькому количеству людей? Люди вообще болезненно о себе переносят шутки какие-то, знаете, юмор. У вас такое тонкое чувство не просто иронии, а самоиронии. Вы себя периодически подкалываете, это помогает держать в тонусе? Я не знаю, если бы я не подкалывал, я не знаю, каким бы я был, но, во всяком случае, это у меня, вот это у меня чисто еврейская черта, потому что, вы знаете, вот юмор и смех над самим собой, он дико свойственен нашему народу, и я думаю, что это один из важнейших факторов, который помог выжить евреям во все эти тысячелетия совершенно несветлой жизни. Ну, вот опять-таки о возрасте, ваш Гарик, тоже обожаю его, грустно думать под вечер мужчине о своей догоревшей лучине, в органах слабость, за коликой спазм, старость не радость, маразм не оргазм. Скажите, вот 84 года жизнь продолжается все-таки, и она яркая, ясная, светлая? Насчет яркости я не скажу, потому что я не очень понимаю, что это такое яркость, а ясная, светлая, пока в полном сознании, слава тебе, Господи, нет ни маразма, ни Альцхаймера, на улице не падаю, глупости, говорю, по-прежнему, но это к возрасту никак не относится, но вы знаете, вот на старости лет это совершенно точно, начинаешь больше ценить жизнь, и одновременно меньше бояться смерти, вот это сочетание, над которым я все думаю, но поскольку я не философ, то я его никак не могу сформулировать, но жизнь начинаешь ценить гораздо больше, и жизненное удовольствие. Опять-таки вы написали, и неимущим, и богатым, мы одинаково нужны, сказал патолого анатом, и вытер скальпель о штаны. Вы знаете, это, к сожалению, написал не я. Да вы что? Не я, это написал Игорь Ртенев, Игорь Ртенев, изумительный поэт, просто изумительный, это написал он, у него еще есть одна гениальная четверостишия, нас ебут, а мы крепчаем, и того не замечаем, что покуда нас ебут, годы лучше и идут. Да, он уже изумительный поэт. Скажите, пожалуйста, я не имею ничего в виду, вы о смерти как думаете, вот, и думаете ли о ней вообще? Очень много думаю, а жена вообще уверяет, что я начал писать о смерти и старости еще, когда мне было 40 лет. И правда, были там старые стишки, где я, так сказать, но там это было предвкушение такое. Я, вы знаете, как-то вот спокойно думаю о смерти, очень хочется умереть, не причиняя боли и тягот всяких близким, то есть, поэтому я боюсь инсульта, Ацхаймера, хотя про Ацхаймера просто не буду знать, что я причиняю неприятности близким. Да вы еще и эгоист добавок. Я эгоист чудовищный, да. О своем творчестве вы написали очень красивый такой Гарик, сядет курица на яйца, вылупляются цыплята, а поэт на яйцах мается. Никакого результата. Да, есть такой. Да, и вы в одном из интервью сказали, что написание Гариков сродни выделению желчи из печени. Конечно. Все это идет сам собой. Желчи у вас еще осталось, скажите? Ну, я думаю, осталось, но немного уже. Уже только для личного употребления. Но вы пишете много сегодня Гариков? Я пишу, как всегда, один-три Гарика в день. Ну, вы в форме. Каждый день. Ну, каждый день. Сегодня вы написали что-то? По-моему, да. По-моему, да. По памяти не помните? Да, хотел бы. Нет, по памяти я не помню, но это, наверное, что-нибудь, что я не хочется читать. Нет, маленький, это все... Я потом, я безумно правлю, очень-очень много правлю. Я критично отношусь... Да, нет, еще рано его читать. Я очень много у меня правки на каждом стишке. Ну, давайте тогда еще немножко о творчестве. Я опять вспомню один из ваших потрясающих Гариков. А если мне вдруг повезет на Руси из общего выплыть тумана, то, бляди, заказывать будут такси на улицу и губермана. Да, этот стишок я очень люблю, да, он есть. Потрясающе. Скажите, вот написав столько потрясающих Гариков, которые цитируют в разных точках земного шара, при наличии такой любви к вам, как к автору, как к поэту, вы себя классиком этого жанра ощущаете? Значит, во-первых, давайте поговорим о любви ко мне. Значит, если вы посмотрите, в интернете много моих интервью, если вы посмотрите комментарии, после интервью, то вы поймете, какое количество людей меня терпеть не могут. Имеют полное право и пишут черт знает что. Ну, что, например? что я старый, это правда, что я злобный, вранье, что я русофоб, вранье полное, что я отвалил свой Израиль и поношу Россию на расстоянии, чушь собачья, но поносит меня совершенно чудовищно. Есть, конечно, приятные записи, например, губерман, красавец, невероятное количество людей меня терпеть не могут. И на здоровье, слава богу, значит, я что-то собой представляю как личность. Игорь Миронович, а вы когда-нибудь серьезные стихи писали? Ой, батенька, я написал, наверное, толстенный том, огромный том любовных стихов. Вы знаете, я ведь начал писать стишки, наверное, классе в десятом или в институте, и я написал целую огромную кучу стихов любовных, все одного содержания. Я упрекал девок за неотзывчивость. Вот. Но я потом, еще пьеса я тогда написал тоже про любовь, но я, по счастью, все это утопил в помойном ведре. Вы ничего не помните из упреков девкам за неотзывчивость? Пару строчек. Нет, я правда не помню. Нет, я правда не помню, потому что это были длинные стихи, они были лирицкие, насыщенные эмоцией, переживаниями. Нет, нет, я ничего не помню. А потом я написал большой цикл стихов довольно длинных про евреев. Вам они не попадались? Нет, я не читал. А что-то вы помните оттуда? Вы знаете, да, помню, я вам сейчас даю с удовольствием, но они длинные, их неинтересно. Вы знаете, их легко послушать. Сделал такой винегрет из моих стишков и поет их с дико антисемитским прононсом такой певец Беляев. А сзади него стоит оркестр, а он поет мои эти стишки. Это знаете, с чем связано? Вот году в шестьдесят первом, нет, наверное, даже в шестидесятом. Я вдруг ощутил себя евреем. Очень поздно. До этого вы были русским? Нет, я был никем. Меня это мало интересовало. Меня научил старший брат на слове «жид я лезь драться». Меня били. Я очень этим людям благодарен, ребятам этим, потому что я, во-первых, стал хорошо бегать, а во-вторых, я здорово поздоровел, очень крепок я стал мужик, сразу перестали бить, кстати. Это произошло, кстати, классу к восьмому, наверное. Ну вот, а так я знал, что я еврей, и обзывали меня, но я вот этого глубинного ощущения не было. И вдруг оно пришло где-то в году в шестидесятом, наверное. Я просто не знал, что с этим делать. Это, вы знаете, было такое эмоциональное потрясение. И я придумал, что делать. Я взял русскую классику, которую я очень люблю, и километрами знал наизусть. Сейчас уже остались сантиметры. Вот. И я их переложил. Я эту классику населил евреями. И вот, и это, этот сборник назывался «Обгусевшие лебеди». Вот. И там все были евреи. Я вам сейчас какой-нибудь коротенький стишок прочитаю. С удовольствием. И вот их поет сейчас. Вот, например, «Белеет парус одинокий» Лермонтова. Меня вообще всегда интересовало, кто сидел в этой лодке. Вот. Это жуткая работа. Ветер воет и гремит. Два еврея тянут шкоты, как один антисемит. А на море, а на море волны ходят за кормой. Жарко лёве, пот на боре, очень хочется домой. Налетит из урагана чёрный флаг и паруса. Восемь шмулей, два натана у форштевеня Исаак. И ни бога нет, ни чёрта, шиты снасти из портьер, яркий сурик вдоль по борту, фиба, фишман, флебусьер. Выступаем, выступаем, вся команда на ногах, и написано «Лехаем» на спасательных кругах. К нападению всё готово, на борту ажиотаж. Это ж Берчик, это ж Лёва, отмените абордаж. Боже, Лёва, Боже, Боря, Зай Гезунд кричит фрегат, а над лодкой в пене моря ослепительный плакат. Наименьшей затратой можно каждому везде страхование пиратов от пожара на воде. И опять летят, как пули, сами дуют в паруса застрахованные шмули, обнадёженный Исаак, а струя светлей лазури. Дует ветер, и какой это Берчик, ищет бури, будто в буре есть покой. Вот таких очень много. Это большой сборник, он входит в мои разные сборники, так что его легко прочитать. Почитайте, потому что там есть довольно интересные поэмы. Вы же, я знаю, и стихи русских классиков, как бы ответы им писали, да? Под Некрасова, под Пушкина, было такое? Ответы были, это была просто реакция, реакция на очень хорошие стихи, которые я люблю. Я их как-то переделал, это скорее такие были пародии, но были красивые, вот с брат имскими, например, красивые. Возвратом нежности маня, не искушай меня без нужды, все, что осталось от меня, годится максимум для дружбы. Ну и так далее. У вас прекрасная проза, я читал ваши мемуары, как вы описывали и тюрьму, и лагерь. Скажите, пожалуйста, вы не хотите сделать что-то вроде романа написать, или это уже все в прошлом? Нет, сейчас я уже точно не напишу роман, уже не та энергия, мы об этом говорили. А роман вот я писал о Николае Бруне, он называется «Штрихи к портрету». Я раскопал его биографию, нашел дневники, и я уж давайте я тогда немножко похвалюсь, вы знаете, я тесно причастен к тому, дело в том, что он был в лагере в Инте, в Ухте вернее. Коми АССР, да? Да, и он там же и был расстрелян в 37-м году, он потрясающий человек, вы знаете, он был священником, одним из первых русских летчиков, художником, скульптором, музыкантом, кончил консерваторию, а потом он стал священником, и потом он проявил незаурядные способности, как авиаконструктор. И вот все про него сказано будет, его арестовали в 34-м году, 2-го декабря, к вечеру, потому что вечером, утром 2-го декабря 34-го года Кирова убили, и он в курилке института сказал, теперь они свой страх зальют нашей кровью. На него тут же донесли, ну, ему дали 5 лет, тогда давали мало. И вот в 36-м году, в конце, когда уже собирались праздновать, ведь убийство Пушкина в 37-м году праздновали как будто этот день рождения, ему, зэку, поручили в поселке для военно-наемных поставить статую Пушкина. И он огромную, 3, наверное, метра статую сделал из кирпичей, бетона, облицовкой. Короче, когда я приехал в Ухту, это было, наверное, это было лет 20 назад, меня сразу повели в парк, потому что я был почетный гость, и там было телевидение, радио, и там был молодой Ленин, бюстик такой, Павлик Морозов, бюстик такой, и огромный этот памятник Пушкину уже закрытый фанерой. Приезжала какая-то ебаная комиссия историков, искусствоведов, которая постановила, что он не имеет никакого исторического значения, и его к сносу предоставили. А у меня тут же выступление по радио, и я сказал, что никакого счастья не будет в городе Ухте, никакой справедливости, добра и всего прочего, пока вот такая вот ситуация Павла Морозова, Ульянов и памятник, который Пушкину поставил зэк, голодный и холодный. И вы знаете, и нашелся банкир, который дал денежки, и памятник восстановили удивительным образом. Его распиливали на куски, там кирпич, бетон дряхлый, и отправляли в Питер из Ухты. И в Питере это переделывали, приправляли в бронзу. Сейчас это гордость города Ухты, он стоит около университета, он бронзовый, я туда приехал, меня повели, я же заплакал, такое-то счастье. Пушкин красивый безумно, вы знаете, только голодный и холодный зэк с талантом мог такое сделать. Пушкин воплощение вольности, вот так вот он сидит. Вот. И там не было написано, что это сделал зэк Бруни. Я это, конечно, уже заявил, сейчас уже есть табличка, что это сделал зэк Бруни, это предмет моей гордости. Так что роман я писал. Игорь Миронович, вы знаете, вы о памятниках заговорили, в Украине же повалили, вы знаете, все памятники деятелям советского режима, скажите, пожалуйста, в России нужно сделать то же самое? Как вообще быть с памятниками, с улицами Ленина, с мавзолеем в конце концов? Вы знаете, я бы памятники не сносил. Вот Дзержинского снесли, а ведь это 20-е годы, изумительный конструктивный памятник. Потом все эти памятники свезли в Парк культуры Горького, и они там стоят, только Сталин лежит, потому что у него пятка отломалась при снятии. Вот. Поэтому, и потом посмотрите, как аккуратно и доброкачественно и гуманно поступили в Чехии только что. Да. Они сняли Конева, как бы они его терпеть не могли за 68-й год, они его сняли, но они же его не выкинули, они его в музей передали. Да, нормально, так что я бы что-нибудь передал в музей, но какие-нибудь я бы не... Все-таки памятники такое историческое, тем более, вы знаете, мы ведь это знаем, уже наши дети, а уже наши внуки тем более, нихрена не знают, кто там сидит или стоит, и все думают, украинцы думают, что это Богдан Хмельницкий, когда видят сидящего Калинина, и так далее. Так что это все нашим детям до лампочки, и я бы этого не сносил. Еще знаете почему? Потому что вот этот вот ажиотаж с носа, он захватывает бог знает что, и так вот могут снести, я не знаю, Гагарина в Москве, который стоит, ужасно похож на... Наверное, не буду, Гагарин большой человек, был талантливый, но памятник, ужасно все-таки похож на свиной хер. Сразу представил себе, какой же он свиной хер, ну да. Но Гагарин все-таки что-то чистое в нем есть, правда? Ну, конечно, и ушел на смерть с большой вероятностью. И вообще, в облике его, вот эта улыбка добрая, да, какой-то вот... мужик, да. Да. Вы знаете, я просто смотрю, ничего не писать должны были, а нет, вроде нет. Вы знаете, я с ним был знаком. Я с ним... Да вы что? Вот, вот, сухой быть, век свободы не видать, и до ковид потерять. А каким образом? А вы знаете, мы были, я был в журнале «Знание силы», и он туда приехал выступать Станислав Лем. Я обалдел от счастья, а потом я довольно удачно сострял, потому что мой приятель все время спрашивал Лема, что он заимствовал у кавки. И я ему сказал не кавкай. Да. Это очень понравилось послу Польши в России, и он сказал, что я замечательно остроумен, и что он меня приглашает в ресторан. А я наивный человек, а я в свете рваном. Я думал, что это он меня приглашает, а он мою девку приглашал на самом деле. Сели мы в ресторане за стол, он стал за ней ухлёстывать. А я от злости стал оглядываться вокруг, и вижу, сидит Гагарин. Представляете, причем не просто сидит, а с моей бывшей, там еще какие-то люди сидели, с моей бывшей учительницей географии. И я решил, что я могу к нему подойти. Меня пытались остановить замечательные какие-то люди под официантов, одетые в белой рубашке, но они с места не двигались. Я сказал, что я иду к Лидии Александровне, по-моему, звали, к Лидии Александровне. Нет, как-то не так звали, но это не важно. Я подошел с ней поздоровался. И когда я вернулся, а я увидел Гагарина, я поздоровался вежливо, но ничего не сказал. Я вернулся и сказал этому польскому послу, что, мол, слабо Гагарина приглашить в гости. Он написал записку, официант ее отнес, и к нам Гагарин подсел за стол. И я с ним черкнулся, да. Вы ему не прочитали Гаррики, нет? Нет, ну что вы, я совершенно сомлел от счастья. У него очень симпатичное простецкое лицо и такая же замашка. По-моему, всю их команду сейчас дико подвела Терешкова. Слушайте. Хорошие люди, ну старуха же ты, ну уже, что ж ты вылезаешь и подлость говоришь, пакость говоришь, глупость говоришь. Ну, вылезла, сказала. Вот это к вопросу о том, почему люди так вот. Испортила некролог? Практически испортила. Вы знаете, в каком-то городе есть улица Терешкова и вот я читал в российских новостях и там жители попросили изменить название. Молодцы. Да. 9 октября в Киеве будет презентация вашей книги «Каждый день праздник». Да. Вы готовы ехать в Киев, в Украину, как всегда? Я очень хочу. У меня сейчас сорвались гастроли, я очень хочу, да. Я очень люблю выступать в Киеве, очень люблю выступать в Одессе. В Одессе очень трудно выступать. Вы знаете, первые 15 минут весь зал на тебя смотрит и ясно, что они про себя говорят, ну что ты нам можешь сказать? Вот. А потом втягиваются и очень хорошая аудитория. Так что я надеюсь приехать, да. Вы мне когда-то рассказывали замечательные анекдоты про собачку и про Чехова, когда три сестры идут на сцене. А сегодня каким-то анекдотом порадуете? Вы знаете, я даже не помню, я что-то напичкан какими-то еврейскими анекдотами, а не сегодняшнего дня, потому что мне прислали большую подборку еврейских анекдотов, мне очень, знаете, какой понравился. Один мужик говорит другому Фима, на какие деньги ты так богато отпраздновал в праздне, свадьбу. Говорит, я же копил на черный день. Я с большим удовольствием в который уже раз с вами пообщался, я вас очень люблю, я очень хочу, чтобы вы жили долго, вы достояние человечества, вы замечательны, я напоследок только попрошу вас прочитать один, два, может, три каких-то Гарика, которых мы еще не знаем, но которые вам нравятся. Вы знаете, один у меня очень, нет, я все-таки его не буду читать, я просто не помню, сейчас я посмотрю, может, у меня что-нибудь здесь есть, я тогда, с вашей позволения, надену очки. С удовольствием. Вот, знаете, вот очень правильный стих я нашел, я вам прочту два, один такой, ослабший от житейской перегрузки, отечеству на родину сменив, теперь, согласно Пушкину, я русский, я и не любопытен, и ленив. Вот, это такой вот стишок. Еще один я сейчас вам найду. Вот, грустный такой стишок. Из-под пера ползет херня клочок дурного анекдота. А мужа бросил меня беременный от кого-то. Замечательно. Да. И, знаете, я, раз мы заканчиваем, это очень хорошо, спасибо за все теплые слова, я с вами всегда с удовольствием общаюсь. Я прочту вам стишок, очень, по-моему, важный. Я к мысли некогда пришел, сейчас, я к мысли некогда пришел, и возвращаюсь к ней не раз. Все будет очень хорошо, но много позже и без нас. Согласитесь, оптимистичный финал. Конечно, я вот, хорошо, что я его вспомнил. Игорь Миронович, спасибо вам большое, скорейшего окончания карантина, приезжайте в Киев, мы вас очень любим. Спасибо, Батненька, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.